Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 9 февраля, четверг, и мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же обозначим основной тезис вчерашней торговой сессии. Можно сделать один простой вывод, не стоит обращать внимание на те цифры, которые мы видим по запасам нефти, потому что вновь черное золото отреагировало на эти данные не совсем так, как должна была. Отметим, что по тем цифрам, которые были опубликованы вчера в 6 часов по московскому времени, запасы нефти превысили ожидания экспертов в 4 раза, что, конечно же, является очень важным основанием для того, чтобы попросту продать этот актив. Более того, в 2 раза превышены были прежние значения, которые мы видели неделю назад по нефти. И, тем не менее, после совсем небольшого движения вниз, буквально в течение нескольких секунд, мы увидели, как нефть довольно серьезно прибавила в цене. Что это означает? Здесь можно довольно долго рассуждать о том, какими будут дальнейшие перспективы этого актива, который, безусловно, интересует нас в силу того, что Россия, скажем, является одним из главных игроков на этом рынке. И курс нашей валюты очень зависит от поведения нефти. Но, опять же, все сводится к тому, что попросту на фундаментальное основание в последние месяцы, и, может быть, даже годы, обращать внимание попросту не стоит. Почему? Опять же, мы неоднократно говорили о балансе спроса и предложения по нефти, отмечая, что предложение в разы превышает спрос в настоящее время. И даже те меры, которые принимает в последнее время ОПЕК, а также страны, даже не входящие в эту организацию, они, по большому счету, не влияют на баланс предложения, и по-прежнему спрос очень сильно отстает от него. Что, конечно же, означает приемлемую цену на нефть. Я именно говорю об адекватной цене в пределах 30-35 долларов за баррель. Об этом неоднократно говорилось еще в ходе прошлого года. Тем не менее, спекулянтам и некоторым крупным игрокам, о которых мы сейчас поговорим более детально, удается удерживать нефть выше отметки в 50, и даже выше значимой отметки в 53-50 долларов за баррель. Мы вчера обозначили этот уровень как основной, но вот могли видеть, что вчера произошел даже некоторый сдвиг, то есть смещение этого уровня поддержки выше. И именно от отметки уже в 54-50 долларов за баррель вчера произошел резкий отскок после публикации данных о запасах нефти. С чем это может быть связано? Прежде всего отметим, что ОПЕК по-прежнему очень сильно влияет на котировки нефти с помощью довольно простого инструмента, такового как словесные интервенции. То есть, если мы видим, что нефть начинает снижаться, появляется какой-то продавец, то попросту одна из стран, участница ОПЕК, ну, чаще всего это делает Саудовская Аравия, конечно же, на правах лидера этой организации и крупнейшего добытчика нефти, попросту делает заявление о том, что ей удалось сократить добычу, причем ровно настолько, чтобы инвесторов привести вновь в более позитивное состояние и остановить снижение нефти. Вот, например, в последние недели мы видели, точнее слышали, сразу несколько подобных комментариев не только от Саудовской Аравии, но и от прочих стран-участниц ОПЕК, в частности, Венесуэла делала подобные заявления, тот же Катар также активно заявлял о снижении добычи. Насколько нам сейчас известно, по последним исследованиям, лишь Ирак продолжает наращивать добычу нефти, все же прочие страны, участницы ОПЕК, а также Россия, да, и даже, ну, в первую очередь, конечно, это Россия, да, пошли на снижение добычи, и за счет этого в январе мы не видели снижение нефти, а видели даже некоторое укрепление вблизи уровня сопротивления в 57 долларов за пар, или это очень важный уровень, сразу нужно его обозначить, потому что именно после его пробоя, который в целом сейчас предполагается многими аналитиками, мы можем увидеть дальнейший рост нефти. Опять же, здесь можно сделать один довольно простой вывод, вот с нефтью можно делать все, что угодно, но только не продавать пока, потому что, во-первых, мы уже обозначили несколько уровней поддержки, которые будут очень сильно с технической точки зрения влиять на цену и поведение этого актива, а также отметили фундаментальные факторы, которые, безусловно, также пока не на стороне, конечно же, нефти, но, тем не менее, в ходе вот таких хитрых уловок их можно обозначить и так, потому что по факту то снижение добычи нефти, которое было зафиксировано странами ОПЕК, оно не может повлиять в значительной степени на котировки нефти и на укрепление цен по этому активу. В общем, еще раз абстрагируемся от тех цифр, которые мы видим каждую среду в ходе публикации о запасах и попросту рассчитываем на резкий импульс. Мы вчера советовали вам открывать краткосрочные спекулятивные позиции в момент публикации этих данных и, как всегда, в таких случаях отлично работает стратегия пробоя уровня с помощью отложенного ордера, вот что мы вчера и советовали вам сделать. Надеюсь, у вас получилось реализовать эти задумки. Что касается второго важного события, которое мы с большим нетерпением ожидали вчера, это, конечно же, новости из Новой Зеландии, потому что вчера Центральный банк этой страны принимал решение по поводу своей процентной ставки. Мы осторожно подходили вчера к этому событию, не давали каких-то резких комментариев, потому что все было довольно неоднозначно, так как, опять же, в ходе прошлого заседания ЦБ Новой Зеландии они пошли на неожиданные меры, такие как снижение процентной ставки, причем довольно существенное, и не исключался подобный сценарий и в этот раз. Но мы увидели несколько иное развитие событий в ходе вчерашней торговой сессии. Итак, ставка осталась без изменений, но вот после этого произошло несколько интересных событий. Прежде всего отметим, что состоялось выступление председателя банка Новой Зеландии Уиллера, причем интересная особенность, Уиллер выступал вчера, точнее уже сегодня, даже дважды. То есть сначала было официальное выступление по итогам заседания банка и затем уже менее официальная пресс-конференция. В итоге в 0-0 часов по Москве и в 3 часа по Москве мы могли следить за выступлениями Уиллера. Примерно одинаковая риторика была в ходе и того, и того мероприятия, но все это очень позитивно повлияло на новозеландский доллар. Почему позитивно? Вы можете видеть, что Новозеландец снижается по отношению к американскому доллару довольно серьезно, но, как мы вчера говорили в ходе утреннего брифинга, именно это и было целью новозеландского центрального банка. Именно снижение местной валюты сейчас основной приоритет ЦБ Новой Зеландии, поэтому мы могли вчера видеть некие спекулятивные продажи и перед публикацией этой новости, так как уже многие предполагали, что возможно опять будет снижение ставки аналогичное тому, которое мы зафиксировали в конце прошлого года. Ну и просто, опять же, была неплохая техническая точка для входа именно на продажу. И, конечно, после выступления Уиллера первого, где были озвучены ближайшие цели, возможно будет понижение ставки в ходе следующего заседания, об этом было объявлено в ходе пресс-конференции. В целом, положение дел именно с точки зрения монетарной и денежно-кредитной политики Уиллера устраивает, но, опять же, курс местной валюты они хотят видеть на более низких уровнях, что, конечно, важно для Новой Зеландии как одного из главных экспортеров в своем регионе. Поэтому, опять же, будет довольно интересно понаблюдать за перспективами этой валютной пары и сегодня, хотя, по большому счету, новость уже отыграна, и я надеюсь, что вы также последовали нашим советам и внимательно смотрели вчера за этим инструментом. Итак, итоги вчерашнего дня мы в целом подвели, потому что по основным валютным парам вчера каких-то значимых движений не происходило. Можно лишь отметить, что на фоне отсутствия новостей из Великобритании, либо еврозоны, а также Соединенных Штатов в ходе вчерашней торговой сессии, мы увидели лишь отработку технических уровней. Опять же, может нас порадовать то, что по евро-доллару обозначенный уровень в 1.0650 себя отлично проявил вчера, и именно от него мы увидели резкий отскок евро-доллара вверх, что стало неплохим сигналом и возможностью для того, чтобы заработать. Ну и фунт-доллар также был довольно сильным вчера, закрепившись выше отметки в 1.2480. Что касается сегодняшнего дня, опять же, мы не можем, к сожалению, рассчитывать на обширный новостной фон и большой поток информации по макро-статистике, но тем не менее главным событием, конечно же, будет выступление главы Банка Англии. Сегодня в 21.30 Карни представит свою точку зрения относительно положения дел в Великобритании, а также даст свои комментарии по поводу денежно-кредитной политики, и мы наверняка увидим некоторую ясность, дополнительную информацию по поводу повышения или понижения, то есть решения вообще по процентной ставке в Англии, потому что, опять же, вчера мы отмечали, что новостной фон вокруг Великобритании в последней неделе, казалось бы, паутих. Мы видели некоторое спокойствие информационное, не было громких заявлений, как в начале года Терезы Мэй относительно того, что Brexit будет жестким, по жесткому сценарию пойдет, и все это случится уже в ближайшие месяцы. Ничего подобного мы не слышали. И вот, например, в ходе этой недели мы услышали некоторые комментарии о том, что в Великобритании неутешительные цифры по инфляции. На самом деле, если вы посмотрите динамику показателя по индексу потребительских цен, что напрямую влияет на уровень инфляции, то увидите некоторую негативную тенденцию. Опять же, все объяснимо. После июня прошлого года практически все показатели в Великобритании снижаются, пусть пока и не большими темпами, но тем не менее. Так вот, по мнению одного из представителей Банка Англии, причем довольно влиятельного, угроза инфляции сейчас в Великобритании выходит на первый план, поэтому отнюдь не исключено повышение ставки в Великобритании вот в ходе уже ближайшего заседания Банка Великобритании. Но в этом году так точно планируется пойти на этот шаг. И, конечно же, это окажет серьезное влияние на британскую валюту в долгосрочной перспективе. А вот сегодня, опять же, можно будет поучаствовать в таком спекулятивном, краткосрочном движении, которое может наверняка последовать после 21 часа по московскому времени, когда, напомню, будет выступать глава Банка Англии и Карни. Вот это то событие, на которое стоит обратить все свое внимание сегодня. За исключением него можно рассчитывать вновь на работу по техническому анализу, потому что, опять же, в отсутствии новостного фона отлично будут показывать себя именно важные уровни поддержки и сопротивления. Далее, на чем хотелось бы сакцентировать ваше внимание? На тех редких инструментах, о которых мы говорим, может быть, не так часто, но которые, тем не менее, несут в себе огромный потенциал для заработка и, в первую очередь, инвестирования. Отмечу, что есть такие активы, которые, может быть, вы не часто смотрите в своей торговой платформе, но, тем не менее, торговать с которыми очень удобно в силу их плавного и понятного движения. Да, а также просто наличие тренда, потому что, опять же, по основным валютным парам мы видим, что в течение, скажем, последних недель каких-то серьезных трендов мы не наблюдаем. И вот если вам интересно поучаствовать именно в трендовых направленных движениях, и мы знаем, что это всегда влечет больше потенциал для заработка, то призываю вас обратить внимание на следующие активы. Безусловно, мы отмечаем резкий всплеск волатильности по биткоину. Напомню, что этот инструмент доступен для торговли всем нашим клиентам, поэтому вы можете совершать сделки по нему. И если вы посмотрите на график биткоина, то можете увидеть некое сходство с классическим финансовым пузырем, который очень стремительно растет, может также стремительно корректироваться и затем опять возобновлять свое движение на каких-то новостях. Там прежде всего нужно отметить, что Китай сейчас активно влияет на курс биткоина, потому что в условиях, когда в Китае практически запрещена покупка иностранной валюты, многие китайские граждане решают часть своих средств вложить именно в криптовалюту. Поэтому сейчас мы видим, как после абсолютного максимума по биткоину мы наблюдали довольно сильную коррекцию в течение 3-4 торговых дней. И вот сейчас буквально за несколько недель мы вновь увидели тестирование максимальных значений за всю историю по биткоину. Поэтому в случае, опять же, пробоя этих максимальных значений мы сможем увидеть довольно сильный рост в продолжении тех тенденций, которые уже были намечены. Также отмечу, что у нас существуют инвестиционные портфели по американским акциям. Были отобраны лучшие акции в плане перспектив роста и лучшие по своему поведению в ходе прошлого года. То есть те, которые сильнее остальных прибавили в цене и в то же время имеют перспективы для дальнейшего роста. Мы сейчас сделаем ставку на следующие сектора. Это прежде всего IT-сектор, здравоохранение и так называемый utilities-сектор. То есть, попросту говоря, это коммунальные службы, те, кто отвечает за дороги, благоустройство и ремонт домов. Что из более простого и понятного в их сфере деятельности. И опять же, на фоне того, что президент США Дональд Трамп обещает вложить огромные ресурсы именно бюджета в инфраструктуру в текущем году, как раз таки сектор utility может выстрелить. Опять же, советую вам обратить внимание на данные инструменты. Потому что мы уже отметили, что новостной фон пока не насыщен, хоть и каждый день мы видим одно или несколько интересных событий для торговли. Вот в такие периоды можно использовать более долгосрочные сделки по сильным активам, которые уже показывают серьезный рост и имеют, самое главное, имеют потенциал для роста дальнейшего. На этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Успехов в торговле и увидимся завтра. До свидания.